Святость Имя Бога нашего – это Святой Бог. Что означает святость, святой? Что это за характеристика такая? Почему так ярко и так многократно подчеркивается в Священном Писании и сам Бог обращает на это самое серьезное принципиальное внимание – Святой Бог? Святость означает несколько проявлений. Собственно, само слово «кадош», «святость» – это слово прежде всего указывает на отделенность. Вообще, это слово имеет два таких основных значения. Когда мы говорим о святости, то в нашем сознании сразу возникает образ человека, который нигде не грешит, правильно поступает во всем, нравственный такой монах, закрытый от всего. Это святой человек, не похожий на других людей. В общем-то, это правильное представление, но это не совсем, может быть, объемное и точное представление. Прежде всего, святость означает отделенность, отделенность от всего. И вот это слово как раз имеет этот корень «отделенный кадош», то есть «не такой, как все», «инаковый». Причем это слово в первом своем значении как раз указывает, что Бог наш есть святой в том смысле, что Он не такой, как весь мир, Он совсем другой. Он отделен от этого мира. И не просто отделен, а Он выше, Он превознесен. Вот только что мы слышали такой прекрасный псалом, который подчеркивает как раз возвышенность, превознесенность Бога, величие Бога. Величие – это не просто какая-то напыщенность, а величие заключается в том, что Он находится выше, Он другой, в другом месте. Скажем, люди тоже отделяют что-то, отделяют что-то плохое. Ну, скажем, преступники отделены от общества. Они тоже в каком-то смысле отделены, но это не святость. Мы это прекрасно понимаем. Бог, когда говорит об отделенности, то Он говорит об отделенности возвышения. Возвышенная отделенность, вот, то есть величие Божие. Вот святость как раз непосредственно связана с этой характеристикой, с этим качеством величия Божия. Бог, превознесенный над землею. Второе значение как раз святости – это нравственная чистота. Из-за того, что святое означает отделенный, то он означает отделенный именно от греха. Не вообще отделенный, а отделенный от греха. И таким образом мы говорим о нравственной отделенности, отделенности от всего грязного, нечистого, от всего скверного. И вот эта отделенность тоже характерна для Бога. В Его присутствии ничего не может быть мерзкого, плохого. Он просто не терпит. Он настолько другой, что исторгается все то, что не соответствует вот этому понятию святости, которое присуще самому Богу. Поэтому пророк говорит так, в книге Аввакума написано в 1 главе 13 стих. «Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения ты не можешь». То есть святость Божия должна исторгнуть вот это все нечистое, все плохое. Но, во-первых, святость Божия все-таки указывает на то, что есть нечто, то ли территория, то ли вещи, то ли идеи, то ли люди, посвященные Богу, отделенные от этого мира. Помните, когда Моисей встретился первый раз при горящем кусте с Богом, то Бог что ему говорит? «Сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Место свято – это место, по которому Моисей, может быть, уже много раз проходил. Он топтал это место своими ногами, оно не было святым. Оно стало святым тогда, это место, когда Бог там присутствует. Святость как раз означает, вот эта территориальная святость как раз указывала на Божье присутствие. И только тогда это место становится святым. Когда Бог посетил храм свой, когда храм был построен, он посетил, то оно стало святым, это место. Оно не вообще святое, потому что географически оно там в таком святом месте находится. Не место святое, а Бог, который присутствовал там, Он делал святым это место. И поэтому все то, что предназначалось для Бога, оно называлось святым. Не в том смысле, что оно становилось другим по качеству, а в том смысле, что оно теперь было отделено от ежедневного такого профанного употребления и предназначено исключительно для Бога. Субтитры создавал DimaTorzok